Отличный пример. Действительно, очень много актеров, музыкантов. Правильных деятелей культуры. Правильных деятелей культуры организуют свои собственные сборы в поддержку, конечно, нашим ребятам, которые сегодня находятся в зоне спецоперации. Как не им показывать хороший пример, потому что люди смотрят, узнают и, конечно, именно к таким подобным акциям присоединяются. Ну а мы напоминаем о том, что и вы можете присоединиться к нашему телемарафону. Вы видите QR-код сейчас на экранах вашего телевизора. Просто отсканируйте его. Переведите небольшую сумму. Мы уже видим эти поступления. Да, суммы небольшие бывают. Буквально 50-100 рублей. Но именно, возможно, они смогут помочь и спасти жизни наших земляков. Ну, мы встречаем. Рада приветствовать в студии уже следующих гостей. Это глава городского округа, город Якутск, Евгений Николаевич Григорьев. Здравствуйте. Добрый день. И Василий Попов, федеральный координатор по Дальневосточному федеральному округу Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Здравствуйте. Евгений Николаевич, вам как главе города первое слово. Я с удовольствием сегодня присоединяюсь к движению, которое основано Общероссийским народным фронтом. Мы всецело поддерживаем у городской администрации наших ребят, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. С самого начала проведения специальной военной операции мы в городе Якутске для себя избрали эту позицию. С октября месяца у нас работает центр по поддержке семей и по координации деятельности по ребятам, которые находятся на непосредственно специальной военной операции. Мы уже провели в городе работу в рамках нашего фонда, фонд «Победа городской». Десятки тысяч горожан приняли участие. Первую материальную помощь мы оказали на 26 миллионов рублей. Закупили 8 автомобилей. Последние 5 из них мы оставили на нашей прошлой командировке. В прошлую неделю я вернулся с нее. Мы видим, насколько наши ребята рады поддержке. Мы гордимся тем, что мы якутяне, когда слышим от командования, от простых бойцов, от людей, живущих на новых территориях, те отзывы, которые не говорят о наших ребятах, о ребятах из Якутии. Мы гордимся тем, что мы являемся их земляками. Мы гордимся их мужеством, мы гордимся их боевыми подвигами. И люди благодарят нас, жители Якутии, а нас десятки тысяч, кто сегодня принимает участие в поддержке наших бойцов, в поддержке жителей Донбасса, Херсона и Запорожья. Мы за нашу поддержку, за то, как мы снабжаем наших ребят. Это очень важно. Это частичка тепла, которая дает нашим ребятам поднятие боевого духа, хорошее настроение, что немаловажно в жизни бойца. Мы сегодня в честь этого марафона перечислим руководству города Якутска однодневную зарплату. И я из своих средств сегодня вот сейчас вынесу еще 100 тысяч рублей со своих накоплений. Отличный пример. Отличный пример. Да, очень похвально, что руководители такого ранга, как мэр города, мэр столицы республики, делают заметный и весомый вклад в общее дело, которое в рамках акции Народного фронта проходит по всей стране. Спасибо огромное, Евгений Николаевич. Василий Анатольевич. Василий Анатольевич. Я вспомнил отчество, да. Вам слово. От лица молодогвардейцев я бы тоже хотел выразить поддержку этому телемарафону. Мы, молодая гвардия Единой России, одна из двух организаций по всей стране, которые с марта месяца прошлого года осуществляют там волонтерскую деятельность. Мы работаем в полевых госпиталях, госпиталях в городах, в Донецке, в Луганске. Работали в больнице интенсивного лечения. В апреле, мае, июне прошлого года работали в пунктах временного размещения. И вот присоединяясь к словам головы города, я бы хотел сказать, что действительно якутские волонтеры там отличаются своими навыками, в том числе трудовыми, стрессоустойчивостью, дисциплинированностью, организованностью. У нас выехало очень много ребят, много неравнодушных, поддерживают. Много из нас сейчас проходят службы в рядах специальной военной операции. Выехали. Вот мой друг, с которым мы на первый выезд, Василий Уваров, он сейчас ожидает свой контракт, служит в армии. Тоже собирается туда выехать. Идея очень хорошая. Все люди, которые побывали там, они напрямую сами знают, что эти деньги никуда не пропадают. Они действительно доставляются до передовой. И в чем хороши вот такие централизованные региональные, федеральные сборы? Они доставляют туда, куда надо. Не туда, где близко, где вот любая гуманитарная помощь здесь, а туда, где сложно. Куда надо приезжать с пропусками, проходить КПП, на линию соприкосновения. Это очень сложно. И такое благое дело мы, конечно же, поддержим. Не в таких размерах, конечно. Но тоже свой внесем в КАД обязательно сегодня внесем. Нет ли в планах направлять, к примеру, строительные отряды в дело восстановления новых регионов России? Надо к штабу строительных отрядов региональных. Дело в том, что молодая гвардия Единой России, на переднем крае же всегда была. Она работала и в зоне Мариуполя и так далее. Так что, в принципе, это неплохая идея. Можно, в принципе, обсудить и со штабом, с российским штабом студенческих строительных отрядов. Вот такое вот хорошее начинание. Огромное спасибо. Еще раз приветствую вас в студии. Поздравляю вас с наступающим праздником. Днем защитника Отечества. Евгений Николаевич, отдельное спасибо за, тут еще раз говорю, весомый и видимый вклад в общее дело. Да, можно добавить. Я бы хотел сказать вот одну вещь. Мне два раза побывал там уже, еще обязательно поеду. И хочу сказать то, что чем больше нас будет хотеть этой победы, по факту, тем быстрее она придет. Не словом, а делом надо поддержать. И мы сегодня должны быть едины, едины в порыве победить и разделять все стремления наших бойцов одержать эту победу быстро. Спасибо большое. Дмитрий, ты уже затронул тему того, что, конечно, огромные усилия сейчас прилагаются именно к восстановлению различных городов. Да, и работа республики по восстановлению города Кировская получила отклик жителей донбасского города. Внимание на экран. Сергей Владимирович, как оцениваете итоги совместной работы с Якутией? Очень даже положительно. 2022 год очень много сделано совместно с республикой Саха-Якутия, за что огромная благодарность, прежде всего, главе республики Айсену Сергеевичу. Также благодарность Андрею Сандоминовичу Федотову за то, что возглавил штаб, который был на протяжении всего этого времени работе. Мы получили профессиональные кадры, очень подошли профессионально и качественно ко всем вопросам. Поэтому и с нашей стороны тоже было полное взаимопонимание во всех процессах. Наши специалисты и сотрудники во всех направлениях помогали. Поэтому слаженно сработали и показали очень высокие результаты. Что конкретно сделано? Сделано очень много. 31 объект сделано в 2022 году. Но остановлюсь на таких больших объектах, как освещение, наружное освещение города, 9 улиц. В городе очень была большая нужда была в этом направлении. Также ямочный ремонт полотна дорожного. Очень акцент сделали большой на капитальном ремонте школы номер 2 в городе Кировское. 1980 года постройки школы ни разу не видела даже косметического ремонта. Поэтому сделали все под ключ. Оснащение было полное по всем нормам законодательства Российской Федерации. Это оснащение было и второй школы, и первой школы. Поэтому сегодня мы честно скажем, что наши дети будут, наверное, одни из счастливейших, потому что будут учиться в новых школах. Мы продолжаем наш телемарафон. И, конечно, у нас еще есть, как минимум, наверное, 2 часа практически, но мы уже не ведем счет времени. Обязательно должны все желающие попасть на этот телемарафон, посетить обязательно этот прямой эфир. И, конечно, мы уже готовы представить наших следующих гостей. Председатель регионального отделения Союза женщин России Анжелика Андреева. Здравствуйте. Здравствуйте. А также заместитель проректора по внеучебной работе молодежной политики Сергея Нестерова. Здравствуйте. Здравствуйте. Северо-Восточного федерального университета. Да. Ну, давайте начнем с Анжелики Андреевой. Ваше видение, ваши пожелания и, возможно, с чем-то же вы пришли сегодня. Давайте мы хотим. Да, я хочу поздравить всех наших доблестную, прекрасную половину человечества, наших мужчин с наступающим 23 февраля. Мы живем в очень интересное время. Вчера выступил наш президент страны и обозначил все наши приоритеты на ближайшее время. И Союз женщин России, Якутско-региональное отделение, Союз женских организаций, общественное движение, открытого форума «Женщин-подруги» не остались в стороне. С самого первого дня, в феврале прошлого года, ровно год назад, мы начали акцию «Поддержали Союза женщин России. Посылка солдату». И тогда мы встретились с Евгенией Саевной Михайловой, президентом Северо-Восточного федерального университета «Я», она и Емельянова Мария Егоровна, комитет родителей солдат и матросов. И втроем мы приняли решение активно участвовать в этой акции вместе с нашими подругами со всего Дальнего Востока, с Дальневосточного федерального округа. И осенью, вы помните, в сентябре, когда началась мобилизация, мы тоже активно работали с нашими семьями, с нашими женщинами, подругами, матерями, женами. И мне обязательно сказали озвучить эти цифры сегодня вместе с открытым форумом «Подруги», Союз женских организаций. Мы вместе собрали более 400 тысяч, это всего лишь за последние две недели. И делаем подарок нашим солдатам, военнослужащим. Закупили в городе Москва 100 аптечек, сформировали эта сумочка, там жгут лежит, таблетки, лекарства. И мед положили, и также положили шоколад нашим ребятам. Из 100 таких аптечек мы уже собрали на эти деньги. И очень благодарны нашему постпредству Марии Николаевны, заместитель Андрея Сандоминовича. Эти посылки наши будут, надеемся, очень к празднику доставлены нашим ребятам. И хочу выразить огромную благодарность тем, кто сдавал деньги. Кто-то отправлял тысячу, кто-то две тысячи, кто-то три тысячи. Но я не могу не сказать сегодня. Это медицинский центр резерв отправили 13 тысяч рублей. Георгий Ионович, техтюрская школа, собрала 15 тысяч рублей. Идейцы хангаласского улуса Галина Петровна, женсовет, собрали 67 тысяч рублей. Барагонцы, общественная организация «Аллас Хатун» 22 тысячи. Общественная организация «Женская северянка» 22 тысячи. Общественная организация «Харды» женщин намского улуса 11 тысяч 500. Сарглана Васильевна, женщина, вот отправила 25 тысяч рублей. Совет женщин намского улуса отправили 44 тысячи рублей. Людмила Романовна 5 тысяч 600. Людмила Михайловна 16 тысяч. И многие-многие другие отправляют средства на счет Союза женских организаций республики. И хочу выразить огромную благодарность еще раз Евгении Саевне Михайловой и Емельяновой Марии Егоровне. Буквально она на днях вылетает в Крым тоже на встречу с нашими ребятами, с ранеными. И на 25 тысяч рублей мы заказали обереги нашим ребятам. Оказывается, эти обереги, они очень нужны, и ребята очень верят. И только благодаря им поднимается дух и оберегает их наши обереги. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям наших защитников в такой чудесный праздничный день. Желаем, конечно же, им здоровья. Пусть у них будет много энергии, силы. Пусть берегут свое здоровье. Здесь их ждут родные, друзья, семьи. И вот тоже хотела сказать, что по инициативе председателя нашей Евгении Саевны мы проводим и участвуем в акциях. В новом году, например, мы не только каждый год помогаем многодетным семьям, и детям из таких неблагополучных семей, но и в этом году еще и семьям, которые из семей мобилизованных тоже помогали в акции. Наверное, это не единственное, чем вы конкретно, как проректор еще и крупнейшего вуза нашей республики занимаетесь. Вот немножко в части СУФУ именно что происходит. Ну, сегодня уже, наверное, Анатолий Николаевич говорил, что у нас есть штаб. Мы вместе с СУФУ. Мы помогаем нашему региональному штабу. Мы вместе собираем тоже гуманитарную помощь, начиная от лекарств, заканчивая обмунированием. И, конечно же, средства сейчас собирают тоже. До 1 марта мы объявили акцию тоже по сбору гуманитарной помощи в виде пожертвований. Ну, а так студенты, наши волонтеры тоже активно сейчас помогают семьям, сотрудников наших, которые мобилизованы, члены семьи мобилизованы, сын, брат. Отличное и благородное начинание очень. Мы бы хотели перейти к следующему материалу. Дело в том, что всесторонняя помощь и поддержка участников спецоперации не прекращается ни на минуту. И все больше общеобразовательных организаций Нерингвинского района присоединяется к этому движению. В нашем следующем видеоматериале речь как раз об этом. По всей республике не прекращаются мероприятия, направленные на сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередная такая акция прошла и в гимназии номер 2 города Нерингри. Я думаю, что данные вещи, которые были собраны ребятами, они дойдут до своих адресатов. И в нужный момент, к 23 февраля, мы таким образом поднимем боевой дух наших солдат, которые непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Ну и, конечно же, эти благотворительные средства, они воспитывают дух патриотизма у наших детей. Я думаю, это не последняя акция, в которой мы будем принимать активное участие. Прекрасно понимая всю серьезность и важность, не только учителя и родители, но и учащиеся гимназии приняли самое активное участие в сортировке собранных вещей и упаковке посылок. Также гимназисты написали письма солдатам с добрыми пожеланиями и словами поддержки. Ну мы на протяжении недели упаковывали различные вещи, которые собрали семьи. Это продукты питания, одежда, хозяйственные товары и многое другое. Можно перечислять долго. Каждый, конечно, хотел помочь в этой акции. Каждый принимал участие, как мог. Собранные посылки будут отправлены в благотворительный фонд «Виктория» буквально на днях. Затем их доставят в зону проведения специальной военной операции и передадут бойцам. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжаем наш телемарафон. И если вы вдруг только присоединились к нашему прямому эфиру, мы призываем вас сразу же принять активное участие. Помимо того, что вы можете также наблюдать и слушать рассказы наших гостей сегодня в студии, конечно же, первым делом, пожалуйста, обратите внимание на QR-код, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Наведите камеру вашего телефона на этот QR-код. Выйдет ссылка. Пройдите по этой ссылке и сделайте посильный вклад в общее дело. Ну а тем временем у нас в студии уже есть наши гости, которые сегодня тоже спешат поучаствовать. Следующие участники нашего прямого эфира. Я прошу вас сюда. Это Петр Федорович Максимов, директор фонда развития предпринимательства Республики Сахая-Якутия. Здравствуйте, Петр. Светлана Тарасовна Конокытова, генеральный директор якутского хлебокомбината. Здравствуйте. Яна Локацкого. Да, директор бизнес-проекта акционерного общества Агрохолдинг Туймада. Здравствуйте. И Владислав Парфенов, начальник службы канализования акционерного общества Водоканалов. Здравствуйте. Ну, Петр, на правах первого зашедшего в студию давайте первое ваше слово в рамках нашей акции сегодняшней. Спасибо, что вообще организовываются такие акции. На самом деле наш фонд развития предпринимательства Республики Сахая-Якутия по итогам 2022 года, с момента начала специальной военной операции, помог практически на всех уровнях в размере 750 тысяч. Это мы помогли организации мероприятия детям мобилизованных. Мы фонды отправляли пожертвования, мы помогали атрибутами, мы помогали местным производителям по щитю спальных мешков, рюкзаков, шапок. Помимо этого мы еще помогали в организации оперштаба, предоставляли сотрудников, и в организации военного комиссариата тоже предоставляли наших сотрудников. На сегодняшний день в акции, конечно, мы тоже в сторонке не станем. Наш фонд развития предпринимательства, как подведомственное предприятие, министерство предпринимательства торговли и туризма Республики Сахая-Якутия, мы обязательно окажем, поможем и всех призываем наших предпринимателей не остаться в стороне, пройти по этому QR-коду и внести свой непосильный вклад за победу нашей страны. Спасибо, Петр. Микрофон передаем Светлане Тарасовне Конакытовой. Якутский хлебокомбинат. Добрый день, уважаемые мои земляки. Все-таки в первую очередь я бы хотела бы поздравить всех наших мужчин с этим праздником, тех, которые сегодня находятся на службе, и те, которые обеспечивают наш тыл. От имени всего коллектива Якутского хлебокомбината я бы хотела искренне пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях. Из нашего коллектива Якутского хлебокомбината в сентябре месяце тоже были мобилизованы наши сотрудники, сейчас они находятся на передовой. Безусловно, мы им помогали материально, им и их семьям. Кроме этого, еще в сентябре-октябре наши работники принимали активное участие в пункте обработки посылок для мобилизованных солдатов из республики Саха и Якутия. Помимо этого, мы перечисляли денежные средства в помощь. Это касается поддержки города Кировская, Донбассской народной республики. И, естественно, учитывая, что проходит телевизионный марафон, мы свою лепту уже, можно сказать, внесли. То есть на счет Народного фронта наш коллектив свою посильную помощь уже оказал. Помимо этого, мы с сентября по февраль месяц 2023 года 7 тонн продукции произвели и оказали помощь мобилизованным семьям и служащим сейчас в рядах армии. Это в ассортименте конфеты с каскетумадой, мармеладой, печенье, торты, сухарно-бараночные изделия. Но Якутский хлебокомбинат является стратегическим предприятием. И перед нами стоит задача обеспечить бесперебойные поставки хлебом, хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями. Коллектив на сегодня с этой задачей справляется. Ну и, конечно, я бы хотела призывать всех юридических лиц и населения, чтобы обратили внимание на этот QR-код и нажали свои кнопки своих телефонов. И в оказании поддержки нашим мобилизованным военнослужащим направили средства. Спасибо, Светлана Тарасовна. Мы предоставляем слово директору бизнес-проектов агрохолдинга Туймада Яне Локоцковой. Яна, какую вы помощь организовали и какие участия принимают сегодня сотрудники агрохолдинга Туймада в оказании помощи всеми мобилизованным и непосредственно самих военных? Здравствуйте. В группу компаний агрохолдинга Туймада входит 11 сельскохозяйственных компаний. То есть мы представляем не одно юрлицо, а 11. И да, у нас также были добровольцы, которые ушли по собственной инициативе. И в сентябре месяце у нас среди первых мобилизованных ушли на СВО тоже довольно-таки большое количество сотрудников из наших компаний. Мы, естественно, поддержали их и материально, и их семьи. Поддерживаем до сих пор и материально, и продовольственными наборами. Плюс мы также принимаем активное участие в поддержке города Кировская, как однодневной зарплатой, так и другой материальной помощью. И сейчас, естественно, мы не остались в стороне. Оказываем помощь в виде уже однодневной заработной платы, сбору ко Дню Защитника Отечества. Все для победы. Также мы поддерживаем своих добровольцев, мобилизованных, которые у нас от компаний сейчас находятся на СВО. Мы предоставляем им адресную помощь. Вот сейчас обратился один из наших коллег. Он говорит, что есть необходимость в тепловизоре, и мы, думаю, что приобретем и направим его. Также хотелось бы действительно всех поздравить с наступающим праздником, с Днем Защиты Защитников Отечества. Мужчинам и всем нам, да, женщинам тоже. Мирного неба над головой. Это самое главное, да, все вчера с таким вниманием слушали речи Владимира Владимировича. И поэтому, в общем, всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Спасибо. И представители Водоканала Владислав Парфенов, начальник службы канализования Акционерного общества Водоканал. Хотел бы сразу поздравить всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. В первую очередь, тех, кто находится на передовой. Ну, в отношении Водоканала от нашего предприятия 9 человек находятся в СВО. Это три добровольца, шесть мобилизованных. Один участник, и лично с моей службы, он уже в третий раз отправился в зону действия. Также Водоканал всячески помогает в рамках акции «Все для победы». Были денежные средства перечислены. Также Водоканал принимает на уровне города различных спортивных мероприятиях участие. Занимаем призовые места, вырученные денежные средства. Отправляем на помощь участникам СВО, либо их родным. То есть, также оказываем помощь родным, юридическую помощь, моральную помощь оказываем. И в рамках своих полномочий и возможностей любую другую помощь также оказываем. Наши сотрудники ездили в город Кировское на восстановление сетей. Составляли сметы, помогали, консультировали. Ну и хотелось бы пожелать всем участникам СВО вернуться живыми и здоровыми. Их семьям и близким пожелать также здоровья и крепкого терпения. Еще раз с наступающим всех праздником. Спасибо. Спасибо, Владислав. На самом деле, вроде бы простые, но такие емкие, хорошие слова для того, чтобы поддержать буквально каждого, кто сопричастен к проведению специальной реальной операции. А у нас на очереди еще одно видеообращение. Дорогие жители Дальнего Востока! Сейчас наши ребята отстаивают честь страны в рамках специальной военной операции. Делают непростое. Их нельзя так оставлять. Мы должны их поддерживать, но чисто по-человечески. Поэтому Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» начинает 23 февраля сбору. Будут приобретены машины высокой проходимости, передвижные бани, квадрокоптеры, разумеется. Это такой расходный сейчас материал, пушки для борьбы с квадрокоптерами. Ну и все необходимое. Мы надеемся, что наша помощь позволит максимально приблизить победу. Храни всех Господь. Все для победы. Мы продолжаем наш телемарафон, Дмитрий. Да, и следующие гости в нашей студии, в нашей набирающей популярности к третьему часу проведения темного марафона студии. Тихон Скрябин, Тихон Николаевич Скрябин, заместитель генерального директора Якутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виталий Алексеев, Виталий Владиславович Алексеев, проректор Арктического государственного агротехнического университета. Здравствуйте. Добрый день. Ну, сегодня все участники нашего марафона, конечно, приходят с некой информацией, с таким, можно сказать, обращением к жителям всей нашей республики. Поздравлений с грядущим Днем Защитника Отечества и несколько слов буквально о проводимой вами работе, которая в рамках общего общенародного дела. Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу поздравить всех мужчин с наступающим праздником. И в виде информации, вот хочу сказать, я являюсь еще председателем фонда содействия социально-экономическому развитию Хангласского Луса. И мы вот нашим землякам помогли, более 200 тысяч направили на поддержку наших ребят. У меня вот там служат ребята, те, которые... Я еще работал раньше директором кадетской школы, поэтому у меня там воспитанники, также коллеги, родственники, друзья. И мы общественный фонд поддерживаем наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Спасибо. Виталий Владиславович. Да, я также хотел бы присоединиться и поздравить всех защитников с профессиональным праздником. А также хотел бы отметить, что наш университет, Арктический государственный агротехнологический университет, вносит свою лепту в общенародное дело. И студенты, и преподаватели, и научные работники делают все возможное, чтобы нашим воинам, нашим участникам специальной военной операции было комфортнее, удобнее. С тем, чтобы... И мы, конечно, желаем, чтобы все наши герои, воины вернулись домой. Спасибо огромное. Я уверен, что и представители науки, и представители подготовки, одно из крупнейших учреждений подготовки кадров сельскохозяйственного направления, они в полной мере понимают свою сопричастность, свою вовлеченность в действительно общенародное дело и делают свой посильный вклад для поддержки наших защитников. Ну, а мы встречаем наших следующих гостей. Это Виктория Кантоева. Она является куратором благотворительности Сахаэнерго, а также Евгений Стручок, председатель правкома этой же организации Сахаэнерго. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Я рад приветствовать Викторию, как бывший коллег не бывает, как свою коллегу, тоже ведущую эфира, человек, который имеет огромный опыт проведения эфиров. Я знаю, что Сахаэнерго имеет огромный опыт не только благотворительности, но и поддержки тех, кто вовлечен в дело защиты Родины в эти дни. Я знаю, что у Виктории личная очень драма, поэтому в первую очередь хотел бы выразить свои, скажем, слова поддержки в это непростое время. Спасибо. Давайте начнем все-таки с тех действий, с тех начинаний, которые в рамках вашего коллектива проводятся. Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, уважаемые якутяне. Наша организация Сахаэнерго, акционерное общество. Нас очень много, более 2,5 тысячи, наш коллектив. И мы в рамках благотворительной акции «Мы вместе», которую инициировала наш головной холдинг «Росгидра». В общем, собрались и средства, и заработные платы. Это более 8 миллионов рублей. И все направили для того, чтобы на передовой наши ребята ощутили реальную помощь. Буквально вчера из ДНР прилетел мой коллега Евгений, он сам сейчас расскажет, который перегнал два УАЗика, ребята. Санитарные машины для медицинской роты, которые якутяне через своих родственников попросили поддержать. И это мы сделали. И есть же видео о том, как вот это прошло. Давайте мы посмотрим видео, которое подготовлено нашими коллегами. Выражаю огромную благодарность к главе нашей республики Айсену Николаеву, а также к генеральному директору АО «Сахаэнерго» Гаврилу Николаевичу и всему коллективу «Сахаэнерго» за приобретенный и, главное, вовремя доставленный УАЗ санитарка. И от всего медзвода огромное спасибо. А также я хотел бы добавить отдельную благодарность человеку, который не побоялся и доставил сюда эту машину, Стручкову Евгению. Мы вас не подведем. Вот такое, вроде бы, короткое видео. Ну, емкое очень. Емкое. И самое главное, передает те самые эмоции, которые сегодня даже мы, как зрители, можем ощутить. Потому что вот такая поддержка, она вдвойне приятна. Она прям визуально можно видеть и самое главное прочувствовать. Ну и вот виновник торжества, можно так сказать. Добрый день. Расскажите о своем опыте, да? Ну, опыт у меня первый. То есть, как бы, в командировку я выехал в город Ставрополь, где мы приобрели УАЗ санитарку. Сам лично перегнал ее до Ростова-на-Дону. Там же приобрели второй автомобиль. Ну, их, что радует, ребята приехали из зонной СВО ко мне на помощь, чтобы перегнать данные два автомобиля. То есть, как бы, один автомобиль был передан ребятам с метровоты, которые находятся под Донецком. А второй автомобиль был передан ребятам, которые находятся в Запорожской области. То есть, ребята очень довольны. Сказали, что своевременно доставили, потому что та техника, которая у них есть, она вообще в плачевном состоянии. УАЗы с 72-го года, то есть, как бы, они еле дышат на ладан. То есть, как бы, очень проблематично постоянно ремонтируют. И новая машина для них, это было очень вовремя и в подмогу. Ну, также я еще доставил туда, помимо автомобилей, посылки для наших мобилизованных, наших земляков. То есть, такие продуктовые наборы, там, копченую рыбу, копченое мясо. То есть, как бы, чтобы... Северный деликатес. Северный деликатес для наших, получается, мобилизованных и наших земляков. Как у ребят настроение? Настроение очень боевое. То есть, ребята, как бы, готовы к бою. В принципе, все у них хорошо. Передают большой привет Якутии. И что радует, то, что другие ребята с других областей очень хорошо относятся к нашим землякам. То, что они ответственные, они исполнительные, рукастые. То есть, все хорошо делают, вовремя делают. И выражают огромную благодарность Якутии о том, что вот республика оказывает такую огромную поддержку. Ну, то есть, в виде постоянной гуманитарной помощи. Так что, большое спасибо всем нам, всем землякам. Коллектив Саханерго еще приобрел дизельную электростанцию. Так, тепловизоры, коллиматорные прицелы, да. Мы помогли... У нас 24 мобилизованных плюс добровольцы из числа северных энергетиков, да. И мы помогли их матерям, семьям. Поэтому энергетики Саханерго своих не бросает. Да, энергетики стоят, да, вот именно в том тылу. И, конечно, ваш вклад именно в помощь, он прям весом. Даже вот эти детали, да, то, что копченая рыба, это, ну, реально, такая моральная, наверное, такая поддержка. Своё родное, к которому привычны, попробовать на передовое, это, наверное, много стоит. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мы рады были вас видеть в нашей студии. И пусть ваши дела продолжаются в том же направлении. Спасибо. А мы встречаем следующих гостей. Это глава города Ленска с 2012 по 2022 год Александр Харунов. Александр Александрович Харунов, представители Ленского района и генеральный директор ГУБ ЖКХ Республики Виталий Семёнович Чикачёв. Здравствуйте. 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 Ну, Александр Александрович, давайте с вас начнём. Ваши поздравления, ваши слова, поддержки. Сегодня мы в преддверии праздника, я бы хотел поблагодарить организаторов марафона за то, что мы организовали такое хорошее мероприятие, чтобы каждый житель Якутии поучаствовал в этом деле. Ну, и, скажем, унёс всемирную лепту в поддержку наших ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Ну, я должен сказать, что город Ленск, Ленский район оказывает большую поддержку ребятам, которые сегодня находятся в зоне СВО. Ну, скажем, я сегодня хотел бы поблагодарить всех предпринимателей города Ленска, которые оказывают всемирную поддержку нашим землякам, которые находятся на Украине. Ну, скажем, и особо я бы хотел отметить то, что наша предпринимательская среда отрабатывает непосредственно с ребятами, которые там находятся и приобретают то, что необходимо именно ребятам сегодня здесь. То есть это спальные мяшки, приборы ночного видения, прицелы. Поэтому, скажем, сегодня у нас в Ленске, ну, скажем, люди понимают, что необходимо помогать ребятам, которые находятся на Украине. Отдельное спасибо я бы сегодня хотел сказать нефтегазовому комплексу. Это Газпром Трансгаз Томск, Гринет Олег Хеоргиевич, это Транснефть, Торуш Александр Владимирович, за то, что они оказывают моральную и финансовую помощь семьям, своих работников, которые были призваны в момент мобилизации, вот, с сентября. И сегодня каждая семья в Ленском районе, которая отправила своего мужа, сына на Украину, ощущает ту поддержку, которая идет от всех людей. И мы стараемся, чтобы люди чувствовали эту поддержку. Огромное спасибо, Александр Александрович. Виталий Семенович, вам как руководителю крупнейшего предприятия ЖКХ Республики слово. Ну, сегодня очень важно обеспечить защиту и будущее нашей страны, оказать помощь нашим мобилизованным, их семьям, да, чтобы действительно наши участники специальной военной операции чувствовали то, что мы за них переживаем, то, что мы их ценим, мы ими гордимся. Вот, ну, про наши предприятия хочу сказать, что у нас более ста человек мобилизовано. Вот, предприятия, конечно же, им оказывают помощь, в первую очередь, это единовременную материальную помощь, мы оказали каждому работнику, собрали более пяти миллионов рублей. И, значит, периодически оказываем помощь их семьям в быту, в хозяйстве. Вот, но здесь надо сказать то, что народ и армия должны быть едины. Донбасс, где сейчас проходит специальная военная операция, одна из территорий, да, для нас он родной уже край, потому что наше предприятие уже второй год восстанавливает подшефный город Кировск. Очень много работы сделано, вот сегодня и глава города Кировска Сергей Владимирович Ермаков, значит, дал интервью, слова благодарности. Ну, конечно, самое главное, это слова благодарности жителей, потому что столько лет инфраструктура, в том числе и коммунальная, была разобрана. Мы практически город с нуля подготовили к отопительному сезону. Планы у нас остаются и на 23-й год, с 30-го января уже вторая, значит, наша бригада выехала, поэтому процесс идет. И многотысячный коллектив всегда поддерживал участников специальной военной операции и будем поддерживать. И вот в рамках проведения сегодняшнего телемарафона, значит, мы тоже вносим свой вклад в защиту нашей страны. И, конечно же, желаем скорейшего возвращения живыми здоровьями наших всех ребят. Спасибо за теплые слова, Виталий Семенович. Ну, а помощь, да. Помощь республикам Донбасса – это не только мужское дело. Телеведущая Юлия Барановская совместно с Народным фронтом организовала сбор помощи для женщин Донбасса. Это социальный проект, в рамках которого рассказывается история 30 героинь, а также организована адресная помощь всем участницам. Дорогие жители Дальнего Востока! С 13 по 23 февраля примите участие в масштабном марафоне по сбору средств, который специально ко Дню Защитника Отечества проводит Народный фронт. Начни помогать уже сейчас, используя специальный QR-код или реквизиты для перевода средств бойцам на передовую. А в праздничный день 23 февраля на телеканале и в социальных сетях Народного фронта мы вместе с вами подведем итоги сбора. Все собранные средства до копейки пойдут в помощь нашим ребятам. Мы продолжаем. Добровольцы. Нынешние добровольцы это не только юные комсомольцы с горящими сердцами. Хотя молодежи в отрядах добровольцев хватает. Немало среди добровольцев тех, у кого за плечами не только боевой, но и жизненный, солидный жизненный опыт. Это так. И мы представляем сегодняшних еще одних наших особых гостей. Второй раз приветствуем Валерия Алексеевича Лютова в качестве уже ветерана Афганистана. Еще один наш гость это председатель Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Юрий Владимирович Бережнов. Здравствуйте. Антон Жирков, ветеран СВО. И Николай Мартынов, заместитель руководителя Центра подготовки добровольческого отряда БОТР. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Валерий Алексеевич, у Вас было особое желание ко второму блоку. Мы успели перекинуться пару слов. Давайте. Ну, знаете, очень важно сейчас еще повторюсь, но и пользуясь случаем, еще раз поздравить с наступающим праздником, в первую очередь, тех, кто сейчас на передовой, кто сейчас в окопах. Поздравить также ветеранов, всех ветеранов боевых действий, всех, кто служил в армии и кто защищал рубежи нашей Родины и честь нашей Родины. Это очень важно. Всем здоровья и успехов во всем. А сегодня со мной мои боевые товарищи, можно так сказать, это афганец, это ветеран СВО. И человек, который занимается подготовкой сейчас добровольцев, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Это наш тренировочный учебный центр БОТР. Но от себя скажу, что сегодня вот это мероприятие, Народный фронт, организовался с одной целью. Это, конечно же, сбор средств, но мне кажется, еще важнее показать, что весь нас народ, а это действительно так, 95% понимает за что и зачем и правда на нашей стороне. Это вот важно. И всем нам нужна победа. А победа куется в том числе и в тылу. И вот Народный фронт, это не просто звук, а действительно, мы сейчас единым фронтом выступаем все, весь народ наш. Ну и передам слово нашему Ирису Владимировичу. Хотелось бы поздравить всех с наступающим праздником, Днем Защитника Отечества. Как член Президиума Республиканского Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, такое поручение мне было дано Вильямом Ачаровичем Ивановым, ну и как председатель правления, общественной организации. Значит, всех, кто служил, значит, те, кто будут служить, те, кто принимают участие в СВО, значит, также женскую половину, имеющие воинские звания. Хотелось бы поздравить также работников, значит, моего предприятия, где я тружусь, это АО «Рапорт Якутск». Значит, прежде всего, здоровья всем, значит, удачи и ждем с возвращением наших земляков, наших героев. Спасибо. Антон Жирков, морская пехота Тихоокеанского флота, да? Так точно. Ну, присоединюсь к словам ранее сказанным. Вот, конечно, от себя отдельно хочу поздравить, вот, ну, всех наших воинов, всех наших российских солдат и офицеров, вот, которые сейчас, в данный момент находятся в зоне специальной военной операции. Вот, особенно большой привет хочу передать своим якутянам, вот, из 155-й гвардейской бригады морской пехоты. Вот, хочу им пожелать, чтобы крепости духа, чтобы не унывали, чтобы берегли, чтобы были осторожны, берегли себя, лишний раз на вражу не лезли, но при этом к врагу быть беспощадными. Именно так. Вот, ну, сам для себя, сам я хочу немного представиться. Вот, меня зовут Жирков Антон Евгеньевич, вот, выпускник школы 32 и выпускник профессионального лицея номер 5. В данный момент я являюсь вторым штурманом, вторым механиком в Якутском районе водных путей и судоходства. Вот, им тоже большой привет передаю. Вот, ну, и член спортивного офиса «Динамо». Вот, ну, и сейчас вот, находясь на гражданке, вот, я вот вернулся буквально в августе прошлого года, находясь на гражданке, вот, помимо своей трудовой деятельности, вот, занимаюсь работой с молодежью, то есть совместно от Советов ветеранов боевых действий, от ДСААФ, вот, спортивного офиса «Динамо», вот, и в том числе сейчас вот буквально недавно от партии «Единой России», вот, работа с молодежью по патриотическому воспитанию. То есть в школах, в учебных заведениях, у школьников, у студентов, у курсантов проводим лекции, вот, рассказываем о наших героях, специальные военные операции, вот, и помимо этого проводим спортивные патриотические мероприятия. Вот. Ну, собственно, все, передаю в микрофон. Ну, прежде чем Николай Мартынов приступит к своему выступлению, я хотел бы просто сказать один факт. Была такая очень популярная молодежная точка, да, называлась «Арена…» «31». «Арена-31» или «57». Да. Тоже он организатор. Да. Сейчас там располагается вот как раз центр подготовки добровольцев. Так, Николай? Да, это действительно так. Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители. Действительно, в этом помещении сейчас располагается региональный учебный центр подготовки добровольцев, которые приняли самостоятельное решение сегодня направиться на защиту Родины. С весны прошлого года у нас организована работа совместно с правительством республики при поддержке окружной администрации города Якутска вот по формированию этих добровольческих отрядов. И при этом принято решение обязательно для тех парней, которые приняли самостоятельное решение, пойти на защиту Родины, дать те знания, которые помогут им вернуться живыми, здоровыми, невредимыми. И вот эта вот работа сейчас на данный момент у нас ведется всецело по всей республике. И на данный момент вот у нас набираются, формируются группы, также уезжают. И, ну, если говорить из крайних событий, то у нас вернулась группа в стопроцентном объеме. Мы все здоровы и живы сейчас на данный момент. Поэтому мы считаем, что вот эта вот подготовка, которую мы им даем, она идет у нас очень интенсивным курсом, порядка минимум полутора месяцев. Ну, как бы имеет свои положительные результаты. Ну, на данный момент, конечно, вот от имени нашего коллектива, сотрудников нашего учебного центра, от имени инструкторов, все, кто в этом участвует, разрешите поздравить с ближайшими наступающими праздниками для Ленина защитника Отечества. Ну, и выразить слова поддержки вот этой акции, которая сейчас у нас на данный момент идет. И сказать, что это действительно нужное дело. И поэтому вот мы всецело хотим выразить свою поддержку. Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо всем участникам вот этого блока. Дмитрий, я два слова скажу. Ну, действительно, спасибо Николаю за ту подготовку. Но я хочу сказать спасибо тем, кто сегодня приходил, и кто еще придет на это мероприятие, наш телемарафон. Всем людям, которые сегодня отправят хоть 100 рублей в поддержку наших ребят. Это очень важно для нас, потому что именно мы общим собираем эти деньги именно для наших бойцов по нашему QR-коду, которые поставятся, это техника, квадрокоптеры, тепловизоры и так далее, именно нашим землякам. Призываю всех сделать свой маленький вклад в общую нашу победу. Спасибо. Ну и сейчас наш благотворительный телемарафон переходит к музыкальной паузе, в течение которой мы предлагаем вам все-таки проявить дань уважения и отсканировать свой QR-код, и таким образом принять участие в нашем телемарафоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы благодарим артистов нашей республики, которые сегодня вот так морально немножечко разгружают наш телемарафон, ну и, конечно, с музыкой, да и вообще, мне кажется... С песней жить. С песней хорошо жить. Да, жить лучше. Ну а сейчас мы приглашаем принять участие в нашем телемарафоне представителей духовенства. На протяжении всей спецоперации священники всех конфессий передают гуманитарную помощь участникам спецоперации и пострадавшим жителям Донбасса. Напомним, не только представители главенствующей православной церкви, но и других религий. Духовная поддержка всегда необходима, тем более в период испытаний. Я представляю Ирия Александра, настоятеля Никольского храма. Здравствуйте. Здравствуйте. Нурудин Магомедович Нурудинов, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Саха, Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Халилов Игорь Накипович, председатель национально-культурного объединения Туран-Як, татарская община. Здравствуйте. И Равиль Анасович Садриев, также заместитель председателя национально-культурного объединения Туран-Як. Здравствуйте. Добрый день. И первое слово, конечно же, отец Александр. Дорогие наши защитники Отечества, позвольте вас поздравить в этот день с праздником. И сегодня, на сегодняшний день для нашей страны, для нашего народа День защитника Отечества – это актуальный праздник. И мы живем в достаточно тяжелое время, когда зло откровенно пытается закраться в сердца людей и одержать вверх победу над человечеством. И мы, россияне, все сознательные граждане нашей страны, мы пытаемся бороться и боремся с этим злом. Позвольте в этот день, праздничный день, передать благословение и приветствие от нашего владыки, архиепископа якутского иренского романа. И напомнить, что сегодня и каждый день вся Якутия, вся республика молится в каждом храме. Мы возносим молитвы Богу о том, чтобы Господь даровал нашим защитникам, нашим воинам победу над врагом, мир, чтобы Господь избавил от пленения, от ран, от ожесточения сердец и от греха. И сегодня, как, наверное, очень актуально будет вспомнить слова нашего великого полководца, святого князя Александра Невского, и сказать, что не в силе Бог, а в правде. И действительно, за эту правду сегодня боремся мы. И хочется еще раз пожелать вам мирного неба над головой, чтобы вы вернулись живыми и невредимыми к своим родным, к своим близким. И чтобы Господь всегда хранил вас. Еще раз поздравляю. Спасибо за искренние теплые слова, отец Александр. И передаем слово Нарудину Магомедовичу. Я хочу поприветствовать всех, уважаемые ведущие, уважаемые наши зрители. Я хочу, конечно, также поздравить всех с этим светлым праздником, с Днем защитника Отечества. И вообще, если говорить об Отечестве, есть такое выражение, что любовь к Родине, это часть веры каждого из нас. Поэтому это неотъемлемая часть, которая должна быть в каждом из нас, любовь к нашей Родине. Ну и, конечно же, защита нашей Родины, непосредственное проявление той самой любви. И, подобно тому, как наши предки, наши деды, прадеды защищали нашу Родину от, скажем, нацизма, почти 80 лет тому назад, несмотря на какие-либо, к примеру говоря, принципы, таким же образом на сегодняшний день тоже представители всех народов, всех конфессий, проживающих на территории Российской Федерации, таким же образом, бок о бок, стоя рядом друг с другом, защищают нашу Родину. Поэтому, мне кажется, это стоит великого, это стоит большого, и об этом стоит говорить и другим людям тоже, чтобы это было примером для всех нас. Чтобы мы объединялись, чтобы мы были вместе не только, так скажем, когда наступили какие-то темные времена, но и в светлое время тоже. Я хочу сказать, чтобы мы все с вами здесь находящиеся люди, и особенно те представители, лучшие представители, так скажем, наших народов, которые находятся на передовой, что мы являемся непосредственно теми людьми, которыми бы гордились наши предки. Я желаю, чтобы каждый из нас оказался из числа тех людей, которыми в последующем будут гордиться и наши потомки тоже. Поэтому я еще раз всех поздравляю, желаю всем благополучия, и, конечно же, имеется, как предыдущий сказал, за правду. Спасибо. Очень светлые слова. Да. Очень светлые слова. Спасибо. Игорь Накипович, вам слово. Дорогие защитники Отечества, вот уже практически год, как идет специальная военная операция на Украине. В истории российского воинства есть, неоднократно было показано, как мы стоим за свою родину, за свою землю, за своих родных. Сейчас на Донбассе идет очень нелегкое время. Там сейчас украинская хунта и разного рода наемники уничтожают, терроризируют наших людей, наших братьев. И сейчас мы, как никогда, понимаем, что нужна помощь. От имени татарского народа, от имени татарского культурного центра Республики Саха-Якутия мы выражаем свою благодарность и преклоняем голову перед вашим мушеством. Мы ни на минуту не сомневаемся, что как и в далеком 45-м году наши деды одолели фашизм, так и сейчас мы одолеем эту нечисть. Мы скорбим по тем нашим павшим героям, которые отдали жизнь в борьбе за это. Мы переживаем за тех раненых ребят. Мы переживаем и знаем, как тяжело сейчас вам там на передовой, вдалеке от дома, от родных, от близких. Но ни на минуту не сомневаемся, что победа будет за нами. Уважаемые наши защитники, наши земляки, ждем вас домой, с победой, живыми, здоровыми. И в честь Дня Защитника Отечества желаем вам здоровья и уверенности в своих силах. Спасибо. Раил Анатольевич. Да, спасибо. Ну, во-первых, конечно, мне хочется в этот прекрасный день поздравить всех мужчин нашей республики, нашей необъятной страны с 23 февраля. Пожелать всем, всем, конечно, в первую очередь здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба. Мы понимаем, что как сейчас тяжело нашим землякам, не только нашим землякам, а всем нашим ребятам на передовой. Конечно, хочется пожелать им, чтобы Всевышний и, конечно же, Господь защищал их от вражеских пуль и осколков. И что всегда, когда им будет тяжело, чтобы они вспоминали о них, и они, конечно, им помогут. Дай Бог и, как говорится, всем успехов. И ждем, конечно, вас живыми, здоровыми домой. Победа все равно будет за нами. И я прошу извинить буквально минутку. 15 числа февраля состоялось, значит, мы отмечали 117-летие со дня рождения Мусы Джалиля. Это татарский поэт, герой Советского Союза. Я подготовил, изменяясь, шестой телефон, подготовил один стих, но сегодня утром, когда читал его сборник, я нашел очень хорошие слова, стихотворения. И хочу прочитать. Посвящаю всем нашим мужчинам. Мусы Джалиль, силы Джигита. Всем сердцем соколиным, всей душой, дав клятву верности народу, Он на плечо повесил автомат, сел на коня, готов к походу. И там, где он прошел, был ворок смят, Валились пушки, танки тлели. Откуда эта сила и огонь? Его, как будто слабом теле. Как знамя, верность Родине подняв, Джигит прошел, огонь не воду, Не автоматом, не конем силен, А клятвую своей народу. Поэтому с праздником вас, ребята, ждем вас домой. Спасибо огромное. Тем временем на территории всей нашей республики Действует комплексная программа По реабилитации участников специальной военной операции И членов их семьи. Социальные учреждения наших районов Оказывают социальную, правовую и психологическую помощь Как детям, так и взрослым. Об этом подробнее в следующем материале. За прошлый год более 40 военнослужащих И семьи мобилизованных бойцов Обратились в Центр социально-психологической поддержки Семьи и молодежи. Занятия проводят квалифицированные Социальные и Кризисные психологи. Специалисты утверждают, Что среди граждан заметно выросла тревожность. Появляется очень много страхов. И человек, подвергаясь вот этой тревожности и страху, Начинает подавлять свои чувства, Не раскрывая их, на самом деле, какие они есть. И это самая главная ошибка, Когда нас, людей, игнорируют свои чувства. С недавних пор социально-правовую, Психологическую поддержку Семьи мобилизованных бойцов Оказывают и сотрудники Социально-реабилитационного центра Для несовершеннолетних детей «Тоскул». Через них решаются вопросы, Связанные с медициной, образованием, Трудоустройством, поднимают темы Социально-правового характера. Граждане на базе нашего учреждения Также могут зачислить Семьи с детьми мамы мобилизованных граждан Могут зачислить при желании детей На полустационарное обслуживание Это с 9 до 17.00 И на круглосуточное пребывание детей В том числе на пятидневку, как в садиках. С 20 февраля по всей республике Будет запущена дополнительная программа Психологической помощи детям Участников специальной военной операции Программа будет рассчитана На прохождение 21-го дневного курса занятий С психологами и коррекционными педагогами Заявки принимают в Управлении Социальной защиты населения Виталий Семенович Чикачев Не успел передать в эфире сертификат Он оставался вне студии И я сейчас с огромной гордостью Демонстрирую сертификат на сумму 250 тысяч рублей для вручения На телемарафоне «Все для победы» Проводимый на телеканале НВК Сахар-Якутия 24 Для поддержки военнослужащих в зоне СВО Вот такой вот сертификат Это огромный, на самом деле Огромный хороший вклад в общенародное дело Необходимо отметить, дорогие телезрители Что большинство наших гостей сегодня Которые уже посетили телемарафон Они все пришли с подобными сертификатами Просто кто-то переводит это уже на расчетный счет Непосредственно народного фронта Кто-то, возможно, переводит это чуть позже Как, допустим, размер однодневной зарплаты То есть, конечно, это все сегодня измеряется в денежном эквиваленте И каждый якутянин может, наведя камеру телефона На QR-код, который на наших экранах Сделать свой посильный вклад в общенародное дело Ну, а мы рады приветствовать нашей студии И следующих гостей Это Ирина Владимировна Котенко Заместитель председателя Координационного совета По предпринимательству при главе Республики Сахар-Якутия Член регионального штаба Народного фронта Республики Сахар-Якутия И Олег Маклашов, сопредседатель Координационного совета по предпринимательству При главе городского округа, город Якутск Член регионального штаба Народного фронта Республики Сахар-Якутия И, Ирина Владимировна, наступило первое слово Олегу Товарищу Маклашову, да Давайте Спасибо Первым делом хочу, конечно, поздравить всех мужчин Всех защитников Отечества С праздником этим Да, потому что каждый мужчина по определению защитник Дома, семьи, детей, родины Это в крови у каждого мужчины Вообще праздник защитника Отечества начался с далекого 1918 года Это был день красного подарка В этот день дарили защитникам Отечества, воинам Благодарные жители В знак благодарности, соответственно, воинам подарки Потом он много раз менял свое название На сегодняшний момент это День защитника Отечества Раньше праздновали только воины Сейчас это день каждого мужчины Каждый должен защищать Свой дом Свою семью Свою родину Буквально на вчерашнем послании президента Мы это слышали Владимир Владимирович неоднократно Правильными словами это сказал Всем жителям нашей страны И сегодняшний наш телемарафон Он в основном направлен, да, действительно На сбор денежных средств Как раз таки для подарков Нашим воинам Нашим братьям Нашим мужчинам Которые ушли на специальную военную операцию И каждый житель Не только предприниматель Как Ирина Владимировна сейчас нам расскажет Предприниматели Каким образом участвуют в процессе в этом Но и каждый житель города Якутска И все республики По QR-коду Который на экране видят Все телезрители С левой стороны экрана Навести и отправить Любую посильную сумму То есть это И это адресно дойдет до якутян Это до якутян, да Это именно народный фронт Именно адресно для Жителей Ушедших из республики Саха-Якутия На территорию Сво И это будет Именно нашим бойцам Именно нашим парням Будут подарки То есть Экскурс небольшой День красного подарка Но сегодня это день Получается Защитника отечества И мы можем вернуться Как бы К историческим корням И отблагодарить наших Парней Которые ушли защищать нашу родину Защищать свой дом И сделать свой вклад Именно в поддержку Их работы Ну это тяжелая работа Им там тяжело Надеемся что все вернутся Живыми здоровыми И победа будет за нами Правда за нами Отличное выступление Олег Ирина Владимировна Спасибо большое А я хочу сказать Что в принципе Якутия Посмотрите как дружно Отплекается на марафоны Дружно Отплекается на то Чтобы помочь Нашим землякам Которые находятся в зоне И мы Не только сейчас Помогаем И не только сегодня Собираемся В течение этого года Мы постоянно Ежедневно Находимся на связи С нашими ребятами Мобилизованными Добровольцами С детскими садами И школами И вот посмотрите Я почему говорю О наших российских традициях Когда приходишь в детский сад Чтобы они написали нам Письма Для наших Пап И братьев В зону боевых действий То они Рисуя Танк Они тут же рисуют Мирное небо И пишут Папа То есть чтобы папа Был вот именно Защищен этим танком При этом чтобы было мирное небо Посмотрите на нашу молодежку Народный фронт Ведь ребята Они каждый день Помогают всем Кому требуется помощь Молодцы ребята И посмотрите наши взрослые Ведь глядя На фото И глядя на видео И фоторепортажи По телевидению Мы видим Какие наши Молодцы мужчины Им далеко за 40 Они бравые И они стоят Поэтому Очень благодарна Деловой России Якутскому региональному отделению Благодарна нашему региональному отделению Народного фронта Благодарю Всех предпринимателей Которые ежедневно Помогают нам В обеспечении Нашего Центра Который Помогает Выживать в боевых условиях Добровольцам Они все молодцы Они настолько сейчас сплотились И те ребята Предприниматели Которые сразу сказали Мы прятаться не будем Это такие как Есть у нас Игнатьев Василий Васильевич Я офицер И я пойду Защищать Родину Ребята Я вас всех люблю Оставайтесь живыми Всех благ С праздником Ирина Владимировна Большое спасибо Очень добрые слова И мне кажется Сейчас вы затронули Может быть Ну частичку Сердца Многих наших телезрителей Говоря вот о Детских рисунках Да С надписью Папа Да С мирным небом Солнцем Ну и даже Несмотря на то Что на детских рисунках Сегодня присутствует танк Я думаю Самое главное Что все-таки Дети Видят Это глазами добрыми Глазами детей И вот все-таки Позитивное солнышко На их рисунках Это все-таки Мне кажется Такое Знаменование Нашего хорошего Светлого будущего Я Прокомментирую буквально Одним предложением Уступления Олега На самом деле Мирное государство Это не та государство Которая не имеет армии А Мирное государство Это государство Которое стоит На защите Интересов мира Спасибо огромное За участие В нашем телемарафоне Мы вас провожаем А в студии Мы встречаем Следующего гостя Нашего телемарафона Это Мама участника Специальной военной операции Награжденного Ордена мужества И мне кажется Поскольку Мамам Всегда нелегко В такие времена Я бы Орден мужества Ей бы тоже Я бы тоже С удовольствием его получила Ольга Виталиевна Шерстяникова Директор ООО ТКД А также Решки Вячеслав Валерьевич Директором Общества с ограниченной ответственностью Рекрут Добрый вечер Уже вечер Потому что Пошел уже четвертый час С нашего телемарафона Мы немножко потерялись во времени Но и конечно Мы во-первых Приветствуем вас На этом замечательном мероприятии Но и хотелось бы Услышать историю матери В первую очередь Историю матери Человека Который получил Орден мужества Могу конечно Много говорить Скажу У меня опыт С 1 марта Прошлого года Сын сначала И когда Так получилось Что мы ничего Не слышали Не знали Но мы же верили Что наши мальчики Живы, здоровы Мы верили Конечно я попала в группу Тогда это российская группа была Нашей военной части И мы узнавали Что-то узнавали Где ребята Знаете какой был подарок 8 марта Мне позвонил сын И сказал Мам Ну конечно да Я всплакнула И он такой Осталось 30 секунд И в этот момент Я поняла Что я мама солдата Что у меня уже не сыночка А сын И с 1 марта Я начала участвовать В той же спецоперации Как и мой сын То есть Мы делали сборы Мы собирали Ребятам Одежду На лето Надо было Футболочки Что-то там Что-то такое Не скажу Покушать Он мне сразу Кушать Есть Все Значит потом Он был ранен Я поехала В госпиталь Он не разрешал Я понеслась Сама И вы знаете В Ростове Я взяла себя в руки И поняла Мальчики не плачут А почему я должна плакать Соответственно Конечно Я взяла себя в руки И поняла Что с таким мужчинам Я не могу Расслабляться Сейчас я конечно же Общаюсь с мамами И женами И так же Их поддерживаю И рассказываю Что я хочу сказать Время конечно мало Я поздравляю всех мужчин Ребят Я поздравляю вас Я желаю вам здоровья И мы ждем вас С победой С праздником Спасибо большое Вячеслав Валерьевич Сегодня ваше имя Уже было отмечено В нашем телемарафоне Сегодня прозвучала Ваша фамилия Как одного из Очень активных Таких Участников Благотворительных акций Расскажите немножко О своей деятельности И о своей роли В поддержке Наших ребят Во время спецоперации Ну я согласен с Ольгой О том что Наверное нету Нельзя делить В России сейчас Спецоперации Это там А здесь Типа Ну Поэтому здесь все идет вместе Мы Ну то есть Когда ты понимаешь Что ты сопричастен к России Тогда у тебя и Нет понимания Что это не мое И разницы нету Мы точно так же находимся На спецоперации Сейчас И во время Великой Отечественной войны Были труженики тыла Они зарабатывали И получали не меньше Наград там И так далее Чем труженики войны Я единственное хотел сказать Поскольку действительно Времени мало Ну больше наверное Не о своей деятельности Я помогаю Добровольцам Там как могу Ну в общем Вопрос другой Во все времена Купечество Это был тот класс Который Неотъемлемо Стоял на страже Родины Точно так же деньгами Временем И мы видим Очень много Что построено В России Купечеством Сейчас ничего не изменилось Мы точно такие же Купцы Которые точно так же Помогаем Нашим ребятам И Единственное что изменилось Я думаю Это уровень ответственности Изменился Мы реально должны Сейчас понимать Что бизнес Это уже не просто Себе нажива А это социальная ответственность И сопричастность То есть бизнес Должен думать Государственным языком И быть государственными людьми Мы сумели в свое время Организовать компании И сейчас мы должны Организовывать жизнь в России И вот это самое главное А дальше все остальное По накатанной Золотые слова Да? Отличные слова Я перехожу Сделаю подводку К следующему видеоматериалу Мой тезка Певец и актер Дмитрий Певцов Также Осуществлял Сбор средств Для одного из подразделений Народной милиции Донбасса Наш видеоматериал Я обращаюсь к жителям Дальнего Востока Мы открываем сбор Вместе с Народным фронтом Сбор 23 февраля Это День защитника Отечества Сейчас Это очень важно Потому что Есть настоящие В прямом смысле Защитники Отечества Которые с оружием В руках там В горячей точке Нашей страны Защищают наш право На русский язык На свое мнение На свой суверенитет За то, чтобы На земле больше не было Фашизма Нашим ребятам Требуется помощь В различных сферах Минутирование Орудия Всяка Минут Подробности Но Мне кажется То, что они делают Это очень важно Для нас всех Я покажу Поэтому Принимайте участие Спасибо Участие В сборе Олеговаться Своей страны Подписывая Я Китары Их они будут Играть И петь Свободные Минутки Всем им Я желаю Мира После нашей победы Чтобы все Не вернулись Целыми Невредимыми С победой А мы Болимся Горбимся Это наши Настоящие Защитники Отечества Участникам Спецоперации Их семьям Необходима Совершенно Разная помощь И то, что Вчера Президент страны Потребовал Предоставить Участникам СВО В том числе Мобилизованным Краткосрочного Отпуска Это на самом деле Огромная поддержка Мы встречаем Представителей Социального блока Можно же так сказать Надежда Махначевская Первый заместитель Министра по делам Молодежи И социальным Коммуникациям Якутия Здравствуйте Также Мария Загоренко Она является Заместителем Директора Центра Психолога Медико-социального Сопровождения И Жану Валентинову Грекову Психолога Этого же центра Здравствуйте Надежда Давайте Добрый день Во-первых От имени Министерства По делам Молодежи И социальным Коммуникациям Мы хотели бы Поздравить С наступающим Праздником Всех наших Ветеранов Всех Участников Специальной Военной Операции И тех Людей Которые Непосредственно Помогают И поддерживают Наших Сейчас Мобилизованных Парней Которые Служат Защищая Нашу Родину Конечно Министерство По делам Молодежи И социальным Коммуникациям При Специальной Военной Операции Курирует Вопросы Волонтерской Деятельности Штаба Мы вместе В прошлом году В России Была Запущена Акция Мы вместе Которая Направлена На поддержку Участников Специальной Военной Операции Это конечно Психологическая Помощь Это конечно Помощь Наших Волонтеров И Юридическая Помощь Которая Предоставляется Семьям Участников На сегодняшний День Всего Оказано С момента Специальной Военной Операции Более Трех Тысяч Помощи Гуманитарной И 788 Семей У нас На сегодняшний День Под Под Опекой Находятся Волонтеров Ну то есть У них Подписано Специальное Соглашение Кроме Того С 1 марта 2022 Года Усиленно Начала Работу По Психологической Поддержке Наш Центр Социально Психологической Поддержки Семьи Молодежи Мария Николаевна Является Заместителем Директора И непосредственно Занимается Вопросами Поддержки В первую очередь Мы конечно же Начали С матерей Жен И сейчас Участники Специальной Военной Операции У нас Возвращаются И конечно Им нужна В первую очередь Психологическая Психологическая Поддержка На сегодня Это цифры Конечно Сами за себя Говорят Более Пяти тысяч Услуг Предоставлено Но Мария Николаевна Более подробно Расскажет И в наш Центр Присоединились Все Отраслевые Психологи Которые Работают С Участниками Специальной Военной Операции С их Семьями Это конечно Психологи Министерства Здравоохранения Психологи Которые Подведомцы На Министерство Образования И город Якутск Тоже Не остался В стороне И Жанна Валентиновна Грекова Психолог Центра Психолога Медика Социального Сопровождения Города Якутска Тоже Сейчас Прекомандирована И занимается Непосредственно Консультацией Наших Психологов Наших Участников Мария Николаевна Работа В Республиканском Психологическом Центре По работе С семьями Военнослужащих С матерями Началась В марте Прошлого года Практически Сначала Туприна Октябрина Ксенофонтовна Вела Первоначальную Группу Матерей Которые Потом Во многом Стали Помогать Нам Сейчас У нас Работа Ведется Шире И более Комплексная Это Семьи Жены Военнослужащих Дети Военнослужащих Братья Кроме того У нас Работает Круглосуточный Телефон Доверия На двух Языках И на русском И на якутском 8 800 135 50 Куда люди Также Обращаются И Хотим Отметить Если Первоначально Когда была В сентябре Объявлена Частичная Мобилизация У людей Было Как во время Пандемии Больше Такое Паническое Состояние Близкое К панике Скажем Так То Сейчас Уже Идут Осознанные Консультации Очень Много Повторных Люди Идут Осознанно Сейчас Поэтому Работа Стала Более Глубокая Более Целенаправленная Скажем Так И Конечно У нас Также Идет Работа Со Специалистами Да Вот Сейчас Мы Будем Готовить Клинических Психологов Именно Для Этой Цели В первую Очередь Но Помимо Этого Мы Проводим Семинары Консультации Методические Для Специалистов Которые Сопровождают Семьи Потому Что Это Категория Людей Которые Тоже Нуждаются Скажем Так В Поддержке Спасибо Жанна Антин Также Наш Центр Ведет Такую Работу Как Работа С женами И мамами Мобилизованных Нас Приглашают В округа В округах Мы проводим Групповые Консультации Поясняем Как Нужно Себя Вести Какие Ресурсы Задействовать Пока Военнослужащие Находятся На Передовой И Объясняем Как Себя Нужно Вести Откуда Черпать Силы И как Поддерживать Наших Солдат Кроме Того Работа Проводится У нас С родственниками Мамами Женами Павших Ребят Которые Отдали Свою Жизнь За Нашу Победу Работа Проводится Групповая Это Очень Нужная Очень Сложная Работа И Получается Так Что Мамы И жены Лечат Друг Друга Когда Общаются Все вместе И Конечно Им Оказывается Очень Большая Поддержка И помощь После Этих Встреч Приходят На Индивидуальные Консультации И ощущают Как Потихоньку Потихоньку Начинает Становиться Легче И Надежда У вас Ну Наш коллектив Министерства Тоже не остался В стороне От этой Акции Мы всегда Поддерживаем Подобные Дела И От Министерства По делам Молодежи Социальными Коммуникациями От коллектива Нашего центра Социально-психологической Поддержки Мы Даем Свой Небольшой Но Значимый Мы думаем Вклад В Поддержку Наш Участников Специальной Военной Операции Спасибо Мы Обязательно Буквально В ближайшее Время Передадим Организаторам Нашего Телемарафона Вот этот Конвертик От Министерства По делам Молодежи И от Центра Социально-психологической Поддержки Ну а Тем временем Участники Специальной Военной Операции Проходят Социальную Реабилитацию На базе Республиканского Социально-здоровительного Центра Комплексной Реабилитации Инвалидов Для них Организована Специальная Программа О том Что в себя Она включает Узнал Наш коллега Медико-психологическая Реабилитация Действует С июня Прошлого Года Каждому Пациенту Прописывается Индивидуальная Программа Оздоровления Все мероприятия Направлены На восстановление И поддержание Утраченных Функций Организма Проведение Адаптации К новым Условиям Жизни Пребывание В центре Длится от 10 До 18 Дней Зависит От тяжести Последствий Контузии Ранения Сочетанные Травмы Дезадаптация Нервной Системы У пациентов Приходят Которые возвращаются С условий Боевых Действий У них Расстройство Поведения Нарушение Сна Стресс Депрессия В результате Длительного воздействия Психотравмирующего Фактора Боевых Действий Программа Реабилитации Постепенно Расширяется Теперь На базе Центра Военнослужащие Смогут заниматься Девятью Различными Видами Спорта Эту возможность В рамках Соглашения Предоставляет Республиканский Центр адаптивной Физкультуры И спорта Задача Привлечение К занятию Физической культурой И спортом А также Приобретение Интересов И хобби Имеются Такие спорты Как Волейбол Сидя Пода У нас имеются Неплохие результаты Легкая атлетика По Пода Ну как бы Да Спорождение Опорно-двигательного Аппарата У нас имеется Очередная сборная Команды Даже Российской Федерации В этом году Мы начислили Порядка Девятнадцати Очередная сборная Команды России У нас имеется Вольная борьба Сурда Сурда Это С осознаниями Слуха Один из участников Программы Петр Он почти окончил Курс реабилитации Делится Что состояние Действительно улучшилось Но с его травмой Ноги не все так просто Петр и дальше Планирует восстанавливаться Первый ноября Получил ранение Насквозь Осколочное Скажите Какие процедуры Проходили Ну Маш Ну Скультура Да Такие упражнения Делаются И еще там Магнит Лечение Как-то Называли Еще Сейчас Три или четыре Часа буду ходить А все равно Болей будет Но у меня Что Тросс Ну я хочу Учиться на Электрогаз Сурке И еще На Права Еще Еще Одна Актуальная Мера Поддержки В центре Это Содействие В обретении Новых Специальностей И трудоустройства Демобилизованных Военнослужащих И их членов Семьи Все мероприятия В рамках проекта Проводятся бесплатно Если гражданин Желает обучиться Ему предоставляется Такое право В настоящее время Два человека Обучаются На охранника И корна рабочего Кроме того В госкомитете Разрабатывается Специальная программа Обучение По данной Программе Обучение Будет Обучение Само будет Бесплатное А также Оплачивается Проживание И медисмотр Социально-оздоровительный Центр В этом году Планирует Добавить Еще 20 Дополнительных Койко-мест Для того Чтобы стать Участником Программы Нужно обратиться В местное управление Социальной защиты Населения Или позвонить По номеру Горячей линии 122 Марферина Алексеева Павел Пахомов Якутск И мы продолжаем Прямой эфир Нашего телемарафона Все для победы Напоминаем вам Дорогие друзья О том Что сегодня В течение Пяти часов Мы в нашей студии Встречаем Уважаемых гостей Которые Непосредственно Не просто готовы Словом Помочь Нашим Ребятам Сегодня Кто находится В зоне спецоперации Ну а также Делам помочь И в нашей студии Сегодня представители Профсоюзов Одной из самых Сплоченных Социальных групп Нашей республики В прошлом телемарафоне Именно Представители Профсоюза Приняли активное Участие И сегодня Они вновь У нас в студии С нами Да Рядом со мной Находится Николай Николаевич Дегтярев Он является Председателем Федерации Профсоюзов Республики Саха-Якутия Здравствуйте Добрый день Евгений Юрьевич Кисевич Председатель Якутской республиканской Организации Профсоюза Работников Водного Транспорта Айсен Николаевич Дегтярев Он является Председателем Якутской Профсоюзной Организации Общероссийского Профсоюза Авиационных Работников И Енина Станиславовна Щепанская Председатель Якутской Республиканской Организации Профсоюза Работников Народного Образования И науки. 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 От государств, от стран, которые входят в НАТО. Обратиться к ним и сказать, что вы мужественные люди, вы тоже мужественные люди, отпустив своих родных и близких для участия в этой специальной военной операции. Вы заслуживаете большого уважения, и так и будет по отношению к вам. Ну, хотелось бы еще сказать, что мы не должны сомневаться в том, что не будет нашей победы. Мы в нее верим и будем делать все для того, чтобы она состоялась. Всем крепкого здоровья, всем благополучия во всем. И с Днем Защитника Отечества. Огромное спасибо, огромное спасибо представителям профсоюзов. У нас очень сжимается время, у нас идет последний час нашего телемарафона, список гостей все не сокращается. Спасибо. Мы провожаем вас с нашего эфира и буквально встречаем сразу же следующих участников нашего телемарафона. Это Василий Васильевич Гоголев, вице-президент Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И Полинина Юлия Николаевна. Она является управляющим делами Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия. Я просто вынужден напомнить регламент нашего телемарафона. Это две минуты. У нас впереди еще очень много выступающих. Пожалуйста, Василий Васильевич. Пожалуйста, Василий Васильевич. Василий Васильевич. Я, как представитель Нотариального сообщества Республики Саха-Якутия, хочу поздравить наших защитников с наступающим 23 февраля. Пусть ваша работа станет надежным форпостом для нашей страны. Желаем вам скорейшего успешного победного завершения спецоперации и скорейшего возвращения домой. В свою очередь Нотариальное сообщество собрало необходимые средства для того, чтобы приобрести антидроновое ружье для решения поставленных перед нашими бойцами задач. Поэтому работайте, братья, ну а мы вас поддержим. Спасибо. Спасибо огромное. Мы вас провожаем и встречаем следующих участников нашего телемарафона. Общественники Республики с самого начала возглавили акции поддержки по территории всей нашей Республики. И сегодня мы пригласили в студию представителей именно общественного движения. Знакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Жиркотова, заместитель директора Института новых технологий. Литавин Мячеслав Владимирович, представитель Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Сергей Владимирович Соболев, председатель регионального отделения ДОСААФ, член Общественной палаты также. И Мария Гавриловна Емельянова, она является председателем комитета солдатских матерей Республики. Егоровна. Мария Егоровна, да, здравствуйте. Простите, пожалуйста. Итак, ну первое слово предоставляем вам, Вера. Спасибо большое. События, которые сегодня происходят в нашей стране, действительно нас всех объединили и сплотили в единое целое. И телемарафон, который сегодня проходит в стенах НВК Саха, является полным тому подтверждением. Очень примечательно то, что телемарафон проходит в преддверии Дня Защитника Отечества, который действительно является символическим и исторически важной датой для всей нашей страны. И пользуясь случаем от имени Общественной палаты Республики Саха-Якутия, мне бы хотелось поздравить всех наших мужчин, коллег, наших героев, тех, кто находится на передовой с вашим праздником. И пожелать вам крепкого здоровья, стойкости духа, силы и мужества. Вы для нас являетесь примером верности Родине и чести и достоинства. С самого начала СВО, Общественная палата Республики Саха-Якутия, активно включилась в деятельность по всем направлениям. Это и сбор и доставка гуманитарной помощи, это и оказание помощи семьям мобилизованных, и психологическая помощь, и юридические консультации. И члены Общественной палаты Республики и лично сам председатель Общественной палаты Николай Дмитриевич Бугаев многократно выезжали в места, где проходят военные действия, в города Дальневосточного федерального округа. Они встречались с нашими ребятами, которые лежат в воспиталях города Москвы и Санкт-Петербурга. Вячеслав Владимирович, Мария Егоровна, Сергей Владимирович, они являются теми людьми, которые действительно душой болеют за правое дело. Спасибо. Товарищи мужчины, давайте мы передадим слово Марии Егоровне, и после нее вы приступите к свече. Марии Егоровне, пожалуйста. Так, спецоперация началась в прошлом году, в феврале, и первыми туда пошли наши молодые ребята-контрактники. В прошлом году я посетила более 70 войсковых частей по всей России, начиная с Кавказа до Владивостока. Встречалась со срочниками, с контрактниками, с добровольцами, с баутурами и с мобилизованными. С июня я начала посещать госпиталя в Москве, Московской области, Питере, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Моздуке, Назрании, Грозном и Владивосток-Уссурийск. Встречалась с ребятами и помогала, чем могла, решать вопросы на месте. Многим нашим ребятам не выдают справку номер 100, который раненый должен получить помощь от государства. И по этому вопросу я постоянно разговариваю с врачами и добиваюсь, чтобы они написали эту справку. А на передовой я была в ноябре. Это было между Мариуполем и между этим. Как называется? А ребята спрашивают, а как вы приехали без сопровождения? А мы приехали, раздали всем ребятам посылки от штаба Якутии с тобой, которые организовали. Мы с первых дней начала мобилизации, мы собрались, Ирина Саввина, Гульнара Алексеева и я и собрались и решили, что надо помочь нашим ребятам. И пошло. Каждый день приезжали с помощью жителей республики и помогали нашим ребятам. Да. Так. Мария Гуровна, у нас очень сжатый эфир, я прошу прощения. Поздравляю всех ребят, которые служили в армии с Днем Советской Армии и с Днем Защиты Отечества. Комитет солдатских матерей работает более 30 лет, мы на месте. Замечательно. Сергей Владимирович, давайте вам тоже. Дорогие участники марафона, дорогие зрители, идет спецоперация, спецоперация показывает, что мы, как говорит наш верховный главнокомандующий, идет этапно, идет в правильном направлении, все цели будут достигнуты. Как председатель ДОСАФ региона, скажу, что ДОСАФ никогда за свою 96-летнюю историю не оставался в стороне. Мы готовим технические специальности, сейчас мы открыли курс радиоэлектронщиков, то есть это морзянка, это передача радиосвязи, ну и как готовили, так и готовим водителей военно-транспортного. Ну и как офицер старой закалки, хочу поздравить всех с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, с Днем Защитника Отечества, оставаться энергичными, здоровыми, сильными и готовыми защитить свою родину. Вячеслав Владимирович, Вам слово. Ну, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать, что да, общественная палата действительно на протяжении всего времени выполнила свою поставленную задачу. Мы всем снабдили, всем доставили в тяжелые времена, как только все началось, справились с задачей. Я бы хотел от себя лично, как от лица спортсменов, от Федерации Самбо пожелать всем здоровья, пожелать, чтобы они, ребята, которые сегодня на передовой, наши воспитанники сегодня там воюют. Мы знаем прекрасно, что мы победим, с нами правда, с нами Бог. Мы знаем, что, выполняя свой долг, ребята действительно показывают титанически, выполняют титанический труд, и мы все гордимся ими, и знаем, что они все вернутся. И с ними наша вся республика, и мы все поддерживаем их, поздравляем всех офицеров, всех ребят, которые служили в рядах вооруженных сил России. С праздником, быть здоровыми, заниматься спортом и быть полезным в своей стране. Всех с праздником. Спасибо огромное, Клуб Славутич. Ну а тем временем у нас готово еще одно видеообращение. Внимание на экран. Дорогие жители Дальнего Востока! Сейчас сотни тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения специальной военной операции. Защитники Отечества в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны и нуждаются в максимальной поддержке. Именно сейчас важно объединиться, поднять боевой дух и помочь бойцам, чтобы приблизить победу. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» запускает сбор 23 февраля. Будут закуплены самые необходимые на данный момент вещи на фронт. Машины высокой проходимости, мобильные бани, печки, тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, аптечки, тактические рюкзаки и многое другое. Мы подписываем гитары, с которыми будет веселей коротать вечера. Присоединяйтесь! Давайте вместе с Народным фронтом сделаем приятный, а главное, нужный подарок нашим ребятам. Наш телемарафон «Все для победы» идет в прямом эфире на телеканалах НВК Сахай и Якутия 24. Мы напоминаем про QR-код, который вы видите прямо сейчас на своих экранах. Наведите камеру вашего смартфона на этот QR-код, идите по ссылке и сделайте свой посильный вклад в общенародное дело. Такой вот призыв короткий. Ничего сложного нет, но время нашего эфира, конечно, ограничено. Остается буквально около получаса, поэтому не поленитесь, потратив буквально минуту своего времени. И тем самым, возможно, именно ваш небольшой взнос сможет помочь кому-то из наших ребят, которые сегодня находятся в зоне спецоперации. И представители двух крупнейших трудовых коллективов у нас сегодня в студии. Это Александр Николаевич Нифонтов, главный инженер АО «Саха-Нефтегазбыт». Здравствуйте. Здравствуйте. И Василий Валерьянович Туприн, главный специалист по мобилизационной подготовке ПАО «Якутская энергия». Все верно. Отлично. Ну, давайте с Александром Николаевичем начнем. Да, добрый день. Ну, вчера мы все услышали послание нашего президента, Владимира Владимировича Путина, федеральному собранию, на котором он озвучил о том, что страна находится в исторических таких моментах, когда идет определение будущего нашей страны и нашего народа. Компания «Саха-Нефтегазбыт» с первых дней оказывала и будет оказывать всю необходимую финансовую и иную помощь нашим бойцам-якутянам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции на наших новых территориях. 26 сентября прошлого года компания «Саха-Нефтегазбыт» во главе с генеральным директором Виктором Николаевичем Лебедевым практически самые первые оказали материальную и финансовую помощь нашим бойцам-якутянам, были направлены первыми же бортами в зону СВО. Очень нужные для наших бойцов вещи – это и медицинские, аптечки, это и телефоны, и обмундирование, теплая одежда, очень многое, большая такая помощь. Ну, в общей сложности порядка 450 тысяч рублей. Виктор Николаевич Лебедев, он самостоятельно за счет собственных средств приобрел и направил в зону специальной военной операции несколько бронежилетов нашим якутянам. Вообще, компания «Саха-Нефтегазбыт» активно подключилась к этой программе, программе помощи, оказания нашей коллективы, причем, отмечу, добровольно наши профсоюзы, добровольно собирали финансовые средства для оказания помощи нашим семьям, наших бойцов, которые сейчас выполняют свой долг на территории наших новых территорий. Ну, буквально вчера Виктор Николаевич, опять же, дал соответствующее поручение о выделении дополнительных финансовых средств, порядка 500 тысяч рублей. Данные средства поступят на расчетный счет фонда. Ну, и в завершение хотелось бы от лица Виктора Николаевича, от лица коллектива, от себя лично, поблагодарить всех наших бойцов, добровольцев, которые сейчас, в данный момент, защищают наши рубежи. И поздравить их с наступающим Днем Защитников Отечества. Спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич. Вам слово. Мы также хотели добавить, что в ПАО «Укутской энергии» информация обо всех наших мобилизованных работниках, она собирается, о их семьях. Мы ежедневно мониторим, мы смотрим за их передвижением, за их местоположением. Для обеспечения всех наших мобилизационных работников необходимым имуществом принято решение о выделении материальной помощи на всех предприятиях группы «Росгидро». Это 200 тысяч рублей на каждого мобилизованного. В целях поддержки семей военнослужащих у нас также предусмотрено ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет на весь период мобилизации работника. Члены семьи могут воспользоваться медицинскими услугами в рамках добровольного медицинского страхования по программе для работников «Якутская энергия». Также принято решение о поддержке компанией, семьей в случае ранения или потери кормильца. В рамках специальной корпоративной программы мы вместе. Было собрано более 2 миллионов рублей. Все собранные средства мы закупили дополнительное снаряжение, оборудование. Это квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, тепловизоры, дальномеры, бронежилеты, каски и прочее. Все собранные имущества мы доставили адресно каждому энергетику мобилизованному. Всех встретили в зоне СО, все вручили, передали приветы. Также передали и посылки от их семей, от родственников, письма от детей. Они передали большие приветы. В общем, работа у нас проводится большая. И руководством, и работники Якутской Энерго поддержали данную акцию. Вот так вот была проведена работа. У вас что-то с собой, да? Да, да, да. Также хотел вручить сертификат на сумму 100 тысяч рублей в поддержку проекта «Все для победы» от Якутской Энерго. Отлично. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Василий Валерьевич и всем представителям вашего коллектива. Ну, мы встречаем музыкальный номер Евгений Слепцов, а наших гостей провожаем из нашей студии. Спасибо огромное. А я не перестаю призывать вас, дорогие телезрители, сейчас, во время этого музыкального перерыва, просто не теряйте время даром. Пожалуйста, вы видите QR-код, просто отсканируйте, переведите небольшую сумму, и, возможно, конечно же, это сможет спасти, как мы говорим, уже сотни жизней. Либо облегчить ту именно атмосферу, в которой сейчас находятся наши бойцы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» В этом году в районе установлено Порядка деятельности судов по городу Якутску Управление Федеральной службы судебных приставов По республике Здравствуйте Полина Владимировна Давайте, вам слово Добрый день Федеральная служба судебных приставов Активно оказывает помощь Участникам специальной военной операции И мирным жителям Наше управление не остается в стороне Мы тоже вносим свой посильный вклад Так, в прошлом году Все сотрудники управления Перечислили однодневный заработок в помощь жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Кроме того, нами был осуществлен сбор средств для оказания гуманитарной помощи детям Донецкой Народной Республики. А именно 100 школьников города Кировская при оказании содействия оперативным штабам по оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР получили к 1 сентября необходимые школьные принадлежности. В настоящее время управление тоже ведет сбор средств для передачи в Белгородскую область. Там наши коллеги, сотрудники управления ФССП России по Белгородской области закупят необходимые вещи для передачи военнослужащим. Также мы не забываем и о наших коллегах, которые были призваны по мобилизации. Мы оказываем всестороннюю помощь членам их семей, поддерживаем. И так мы на новогодние праздники поздравили детей наших коллег, вручили им новогодние подарки. И оказали иную помощь, о которой подробнее расскажет Юрий Афанасьевич. Всем здравствуйте. По инициативе сотрудников специализированного отделения по обеспечению условно-порядка деятельностью судов по городу Якутску нашего управления Был организован совместный выезд в село Хатасы. Сель данного выезда – это помощь семьям родным, мобилизованных. Оказали помощь в уборке территории от снега, складирование льда, ну и решили мелкие бытовые вопросы. А также была организована встреча с администрацией села Хатасы, где были обсуждены некоторые вопросы. На самом деле администрация проводит большая работа по оказанию помощи семьям мобилизованных. И было решено, что эта акция, этот субботник будет проведена еще раз у нас. И хотелось бы еще сказать о том, чтобы сейчас ребята на передовых, кто находится на передовых, в окопах, чтобы они не переживали, что здесь родные и близкие, они находятся под нашим... В общем, да. И в пользу случая мы хотели бы всех поздравить с наступающим праздником. Всем желаю крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Спасибо большое. Спасибо за участие, спасибо за тот вклад, который вы, как ваши коллективы, ваши сотрудники делают для поддержки семей, для поддержки тех военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг в зоне спецоперации. Спасибо, мы вас провожаем. И, в принципе, пора уже подводить какие-то итоги нашего пятичасового телемарафона. Ты знаешь, Дима, подведя итог нашего телемарафона, я думаю, сегодня вся республика могла убедиться в том, что в единстве наша сила. И сегодня наш телемарафон был не о цифрах, это было все-таки о душе, о людях. О тех, кто готов сегодня помочь, о тех, кто сегодня переживает, о тех, кто сегодня сочувствует. А самое главное, о тех, кто сегодня находится там, кто защищает нас. И переживаем мы, конечно, ежедневно. И сегодня через наш телемарафон прошло десятки... Сотни, по-моему, приближаются, может быть, сотни, наверное, учитывая их семьи, учитывая их друзей, все те коллективы, которые, если учитывать все эти коллективы, которые за ними стоят, многие тысячи, наверное, прошли через нашу студию. И огромная благодарность за инициативу Народному фронту, то, что накануне такого хорошего праздника, Дня защитника Отечества, инициировали проведение таких марафонов не только у нас в республике, но и по всей России с целью демонстрации всенародной поддержки участникам специальной военной операции и их семей. Те вещи, которые, ну, вчера мы услышали каждую очередь, учреждают специальный фонд, учреждаются иные меры поддержки участников спецоперации, участники спецоперации, которые проявят себя именно во время выполнения боевых задач, будут внесены в кадровый резерв. Необходимо также поблагодарить национально-обещательную компанию «Саха», благодаря которой сегодня состоялся наш пятичасовой телемарафон. Ведь действительно, не все могут посетить данное мероприятие, но все могут присоединиться к этой акции и уже присоединились, присоединились благодаря именно прямому эфиру. Те же сканирования QR-кодов, переводы денежных средств – все это учитывается, все это обязательно подведется в один огромный большой итог. И я думаю, совсем скоро мы уже узнаем о том, как же мы смогли помочь в течение этих пяти часов. Всем всего доброго и с наступающим еще раз праздником, Днем Защитника Отечества. Мы, Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова, прощаемся с вами. И все это было для победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова